Александр Ткачев поприветствовал победителей участников летних игр и поблагодарил за хороший результат. Дерегация от региона была одной из самых больших в сборной страны. Кубанцы выступали в семи видах спорта – легкая и тяжелая атлетика, гандбол, пляжный волейбол, дзюдо, художественная гимнастика и прыжки в длину. При этом юные спортсмены заняли верхние ступени пьедестала – 4 золота и 3 серебра. Свои олимпийские медали они показали губернатору и поделились с ним впечатлениями от страны. Глава региона, в свою очередь, отметил особый способ обучения в Китае будущих чемпионов. В виде отношения у Китая к спорту, все технологии, методологии, они во многом приняты из советского времени, из Советского Союза, когда, собственно, мы и занимались этим. И получали достаточно выдающиеся результаты в разных видах спорта. И поэтому эту идеологию развития спорта мы сегодня в том числе, так сказать, пытаемся перенять в целом стране, я надеюсь, и у нас в крае. А прежде всего первое – это создание материальной базы, потому что без этого ты никуда, ты себя не перепрыгнешь. И, конечно, вторая формула – это зарплата, это хороший бюджет, это тренерская школа, безусловно, это спортивные школы по отбору ребят вообще в раннем возрасте, одаренных. Вот так получается, звезды так рождаются. Я думаю, что каждый из вас, наверное, пошел этот путь в той или иной степени. В рамках создания новой тренировочной базы в районах построено более 80 крупных спорт-объектов – ледовые дворцы, бассейны и стадионы. Так, например, в Краснодаре продолжают возводить город спорта. Недавно там был открыт уникальный комплекс тренировочных залов «Чемпион». Он станет базой подготовки спортсменов российской сборной.